здравствуйте дорогие друзья сегодня я решил записать вот такое видео в котором я намерен рассказать историю одной песни вообще мне довольно часто задают вопросы о том как появилась та или иная песня и происходит это обычно естественно на концертах и по каким-то причинам мне кажется все время это неуместным рассказывать об истории песни во первых я считаю что песня должна работать без всякой истории хорошие песни они у них есть такое свойство а во-вторых мне кажется всегда что прерывать какой-то живой ткань концерта выходить из этого потока ради того чтобы рассказать о каком-то участке этого потока который уже был мне кажется что это не очень правильно но при этом мне самому очень нравится вот эти истории то что называется the story behind the song история который за песни история написания песни и мне это интересно еще и потому что мне всегда хотелось разобраться как это работает потому что тут я написал некоторое количество песен но я не знаю как писать песни то есть я знаю как пытаться создать условия для того чтобы вокруг и внутри себя для того чтобы песни получилась но гарантий никаких нет то есть ну потому что хорошая песня она отзывается в тебе чем-то над личностным ты как будто прорываешься в какие-то слои которые до этого тебе самому были неведомы и которые и ощущаются этот прорыв как момент физического практически расширение самого себя ты становишься больше вот но то что приводит тебя вот в это состояние человек который пишет песни это очень интересное какие-то конкретные факты и вот я сегодня хочу рассказать об истории песни называется песня ханумана вторую него есть такое название еще камни хампи хампи это такое местечко в индии в штате карнатока которая удивительно по ряду причин во первых это просто очень красивое и очень необычное место которое представляет себя скалы перни горы горы камней огромные горы камней многие из которых размером с автобус или в три автобуса то есть это огромные валуны и и там есть река называется она по моему тунга бхадра она является слиянием двух рек тунге и бхадры все очень просто и она разделяет хампи пополам а вокруг вот вокруг рисовые поля пальмовые рощи скалы в которых вот эта вода в река она вырезала со временем совершенно какие-то удивительные фигуры как вот представляете себе если бы ложкой вы вычерпывали масло только это в камне и вот эти невероятные пейзажи они привлекают в том числе и фотографов и моделей которые с удовольствием позируют на этом невероятном фоне кроме того хампи это еще такое место а много храмов это раньше там на этом месте был город виджан вид виджая нагар был он был столицей империи и присуществовал эта империя всего два века по моему 15 17 в середине вам 17 она была разрушена мусульманами и там огромное количество храмов кроме этого и может быть это самое главное это место это она упоминается не самой я не значит все самого места я не уверен помоги же виджая нагар упоминается нет ведь же нет виджая нагар не упоминается наверное во всем еще в рамаяне события описанные в рамаяне происходили некоторые эпизоды происходили вот в этих местах вообще рамаяна это вы наверное знаете об этом это почти священная книга и само чтение этой книги уже улучшает карму и способствует просветлению духа и хампи является местом рождения одного из очень почитаемых божеств индии ханумана хануман это предводитель это не царь это военный предводитель полу людей полу обезьян ванаров и в индуизме он олицетворяет собой преданность служение богу и вы наверное все знаете мантру рам рам си тарам и вот события которые происходили в события рамаяны они в частности связано есть такая такой эпизод довольно значительный о том как демон равана похитил жену бога рама ситу и он спрятал ее и бог рам обошел весь свет и не нашел ее и остановился бог рам уставший во значенных выше местах и его увидел хануман он спустился к раму и предложил ему свою помощь рама отреагировал так что не знаю тебя кто-то такой чтобы помочь мне тут предлагать хануман сказал что когда я не знаю кто я такой тогда я служу тебе когда я знаю кто я тогда я это ты и он убедил хана рама поделиться остатками своей божественной силы он наделил этой силой своих воинов своих обезьян они разбежались по ним по белу свету и в результате хануман обнаружил ситу на шри-ланке на острове цейлон и и когда я первый раз мы приехал в хампи мы приехали как я уже сказал хампи он разделен рекой на две части и от того места мы ехали из гола на автобусе это стандартная такая процедура многие люди которым надоедает шумный гоа во всяком случае тогда они садились на автобус который называется не не называется один из вариантов этого путешествия путешествовать на автобусе слипер басе то есть то есть ты лежишь и спишь сначала тебе жарко потом тебе холодно потом ты приезжаешь хампи и от того места где я был до хампи по моему километров 350 380 вот так ехали мы 14 часов и это было удачное путешествие потому что могло быть и больше в индии есть такая поговорка они любят говорить time is not им потом ты индия время в индии неважно и действительно время в индии неважно и вот ты пребываешь в хампи и можно найти guest house прямо на при при ты приезжаешь рано утром и приехали по моему в пять утра и можно было найти guest house тут там где мы приехали неподалеку но нам посоветовали переправиться на другую сторону и поискать место проживания там а переправа открывается по моему там 6 часов утра и заканчивается в 6 вечера это с восходом и закатом происходит от этого зависит но обычно так и вот как чтобы понять что действительно время в индии неважно на одно из лучших мест для для вот этого ощущения это хампи потому что если брать электричество который так само по себе довольно часто гаснет то что это индия раз по 5 на дню по всем случае тогда 2006 году все то все остальное практически не не изменилось и также люди вырабатывают рисовые поля также они красят огромные полотнище расстеленные на скалах всеми этими натуральными яркими индийскими красками и также происходит пуджа такое экстатическое религиозное действие у которого лучше не стоять на пути если вдруг ты куда-то торопишься это может быть не вполне безопасно и мы стали ждать переправы к этому приехали переправа осуществлялась на лодочке которая была сделана этот был такая ну ну вот наверное два два с половиной внутри метра в диаметре даже нет конечно на ли побольше на 4 4 с половиной метра в диаметре такая не лодочка а лодочка назовем так круглая лодочка она вся сделана из бамбуковых палок и листьев и в ней насколько я помню поместилось человек 13 и три мотоцикла и мы на ней и человек там был парень к индус который при помощи весла значит он управлял этой лодочкой и и он переправил нас на тот берег получил небольшую мзду за это и мы таким образом впервые вот оказались хампе вот в этом месте где так почитают ханумана потом мы поднимались и на храм где который стоит там где он родился якобы и там совершенно невероятные закаты и мы поинтересовались но как то так странно что все таки могу нет моста в общем также удобно мы живем как бы почему люди так живут на 12 часов каждый день прерывается вот это сообщение между разными частями города но сказать что мост строится но строится и строится он уже лет десять но здесь недалеко живет раджа какой раджа демократическая республика индия нет раджа он есть этого не может быть но это так он есть и он очень любит он достаточно влиятельный человек и сейчас и он не хочет чтобы здесь был мост потому что он ходил он очень любит хампе хочет чтобы здесь ничего не менялось чтобы глобализация не касалась этого места чтобы перевозчики получали деньги за свою работу потому что мост конечно оставит их без денег и поэтому вот мост никак не могут достроить и мы через какое-то время там через пару дней проезжали мимо этого места где они его строили где-то там километров 15 и там не хватало буквально одного пролета как нам казалось ну работа не велись вот и второй раз я оказался это будет история и про песню и про про два моста второй раз когда мы оказались в хампе мы оказались там по точно такому же маршруту только за это время аромболь который сначала потряс меня своим карнавальным какими-то красками своим своей какой-то удивительной атмосферы музыки духовных поисков красоты какой-то невероятной и дружелюбия он стал мне более понятен я стал видеть и тайные механизмы которые работают в этом месте и увидел вторую сторону вещей и от этого не стал любить его меньше но фото в тот второй приезд кажется это было в одиннадцатом году до 2 пресс хампе я имею ввиду мы туда поехали потому что уж очень был же он был шумного стал каким-то просто какой-то и какой-то и какой-то египетский он уже какой-то стал очень такой какой-то туристические уж больно вот и мы решили что тихая хампе шанти хампе просто она нам показана и мы отправились и прибыли туда и опять подождали переправы и переправились и усталые и немножко замучены этой долгой дорогой поднялись оказалось что есть прямо в ближайшем вот мы повернули и ближайшие когда поднялись в гору ближайшем гестхаусе были места и мы они нам понравились и мы как бы стали раскладывать вещи как ты попытались заснуть и вдруг начал начался какой-то 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 хозяин гестхауса он как раз уже иначе смотрел на проблемы глобализации хампе и он завлекал туристов тем что он включил фильм почему включил громко и поздно вечером и какие-то шумные трескучие колонки они значит выкрикивали все эти какие-то ругательства и крики и тревожная музыка звучала и это совершенно не вязалось с хампе почему потому что он поставил фильм который вот если бы сказать фильм вот полная противоположность состоянию которое транслирует хампе то это вот этот фильм этот фильм называется остров проклятых с леонардо дикаприо в главной роли это довольно серьезная нагрузка на психику а в шанти особенно для людей которые поехали за тишиной покоем это было я не сразу я не сразу признаюсь увидел в этом шутку шутку кришны кришна любит так шутить вот и я конечно как-то так расстроился но потом все-таки шанс все-таки хампе это хампе и когда вы ты выключишь кино то ты слышишь тишину ты слышишь стреку цикад и крики лягушек и это по-прежнему удивительное место и разговорившись с хозяином которая все-таки убедил на следующий день не включать как громко и так поздно фильмы он я спросила что с мостом достроили ли мост он сказал да достроили и когда достроили то один пролет упал и погибло двое рабочих так что моста там по-прежнему нет а вот эти эти пейзажи которые окружают хампе они кстати очень еще популярны среди знаете скалолазов потому что они приезжают туда со своими матами и в общем творят чудеса поднимаясь по этим ответственным часто поверхностям и вот эти скалы по легенде это бог хануман когда тренировал свою силу он вот как жонглировал этим камнями и и в результате вот получился вот такой пейзаж а когда хануман обнаружил ситу на целоне он он но между и вы знаете между индией и островом целом находится океан и хануман смог преодолеть его просто став огромным а просто перепрыгнул океан и но когда для того чтобы сразиться с с войском демонов из вернуть ситу раму ему нужно было туда привезти войско обезьян и он сделал мост легенде состоящий из таких вот балунов и говорят я там я не знаю но мне хочется верить что так но кто-то мне говорил что в том месте индии который вот ну в сторону цейлона мы там можно видеть там есть место где мы видим как будто каменную дорогу уходящую вглубь океана такой мост который ну который может быть он упал с небес может быть это его отражение в нашем земном мире и вот эта история про два моста и сейчас я хочу вам спеть эту песенку она есть на альбоме да она есть на альбоме думая тебе это альбом шестнадцатого года хотя хотя вот написано намного раньше но вот бывает так что я и редко играю давайте проверим как звучит гитара рам пришел в это место почти забыл что он бог злой злой делал он похитил его жену искал всюду только он чувствовал он чувствовал лишь усталость веселье и вину теплые камни хампель согрейте меня собой теплые камни хампель верните богу его любовь я знал что я буду нужен я верил своей судьбе я знал я знал твои ответы приходят из пустоты и когда я не знаю кто я тогда я служу тебе когда я знаю кто я тогда я это ты теплые камни хампель согрейте меня собой теплые камни хампель верните богу его любовь вот белой любого места по небу выстроен мост 62-61 Душей рукой подать В моем обезьяньем войске Глаз, что на небе звезд Любовь Бога Это то, что все мы будем искать Теплые камни-хампель Согрейте меня самой Теплые камни-хампель Верните Богу его любовь Верните Богу его любовь Верните Богу его любовь Верните Богу его любовь Спасибо вам за ваше внимание Если вам эта история понравилась Мы можем продолжить Под этим видео вы найдете Волшебные буковки и циферки Я вас прошу не пренебрегайте ими Там мы сможем продолжать И я вспомню какие-нибудь еще Забавные Забавные эпизоды Из которых Получились песни Спасибо вам Берегите себя Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!